Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Михаил Дегтярев также отметил активную работу Республики по реализации федеральных и региональных программ в Карачева-Черкесии. В ближайшее время в Республике планируют ввести в эксплуатацию еще 11 объектов спорта. Рашид Темрезов обратился к министру с просьбой поддержать Республику в вопросе реконструкции важных спортивных объектов для массовых занятий спортом, в частности, Дворца спорта «Спартак» и здания спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесске. Кроме того, стороны обсудили вопрос создания федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд России в Карачева-Черкесии в условиях Высокогорье. А накануне в Нальчике глава Рашид Темрезов принял участие в совещании, которое провел секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Тема совещания. Недопущение радикализации населения. При этом подчеркнута актуальность данного вопроса в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения радикальной религиозной идеологии, идей сепаратизма и экстремизма. Проанализированы актуальные аспекты деятельности государственных органов власти и местного самоуправления, а также институтов гражданского общества по противодействию фальсификации отечественной истории, пропаганде, ксенофобии и неонацизма, защите традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей. Особое внимание обращено на необходимость усиления работы с молодежью в духе патриотизма и приверженности российской государственности. Военнослужащие по призыву теперь будут проходить службу в пограничных управлениях, находящихся в северо-западном, дальневосточном и северо-кавказском федеральных округах. Совсем скоро погранзастава в Учкулане примет ребят, которые будут проходить срочную службу. О том, какие созданы условия и как обустроена погранзастава, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь созданы комфортные условия для прохождения службы по призыву. В этих живописнейших местах сейчас проходят службу ребята по контракту. Полностью укомплектованы спальные помещения, где также есть свои санузлы. А вот так выглядит столовая погранзастава, где совсем скоро будут обедать срочники. В кабинете для занятий установлены проекторы, стенды с важной информацией. Новобранцы будут проходить службу на этой погранзаставе впервые, с полным обеспечением всем необходимым. Условия созданы уже в полном объеме, то есть подготовлены комнаты, спальные помещения, скажем так, для военнослужащих по призыву. С весна 2024 подготовлены комнаты бытовых служб, комнаты и сучильные комнаты, и столовая. Все оборудовано полностью необходимым инвентарем и всем необходимым имуществом. А вот так уютно обставлена комната отдыха для военнослужащих, где каждый может провести свободное время за чтением книг и игрой в шахматы. Особо можно выделить музейную комнату, где собраны уникальные материалы пограничниками. Часто музей посещает учащиеся общеобразовательных учреждений, которым проводят здесь экскурсии и рассказывает о значимости службы в пограничных войсках. Цель создания данного музейного образования являлась сохранить небольшую историю непосредственно данного подразделения, больше рассказ о ней здесь. Цель, значит, активно работает пограничное управление со школьниками, соответственно, привлечение здесь всегда молодежи, чтобы можно было рассказать им, рассказать о их небольшом ауле, крае, непосредственно деятельности пограничников, что здесь непосредственно и собрано. Сейчас на погранзаставе проходят службу военнослужащие, которые заключили контракт с пограничной службой ФСБ России. На территории есть спортзал и спортивная площадка, где в свободное время ребята уделяют особое внимание физическому развитию. Для контрактника предоставлено жилье, где они проживают со своими семьями. Условия на заставе очень хорошие. В 2021 году начал проходить службу по контракту здесь, попал по распределению. Условия, как я сказал, уже хорошие. Предоставляется служебное жилье, квартира, также со мной проживают дети, жена, есть школы и детские сады. Погранзастава в Учкулане является своеобразным городком, где есть все для прохождения службы и уже совсем скоро этой осенью здесь появятся первые новобранцы. Алихан Лепшоков, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. В зону специальной военной операции ребятам из Карачаевска отправлены две тонны гуманитарной помощи. Груз был тщательно сформирован по заявкам военнослужащих. В него вошли медикаменты, одежда, оборудование, лопаты, кирки, газовые печки, саперные лопаты, продукты питания и средства личной гигиены, а также тысяча бутылок целебного нарзана. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов отметил, что работа по поддержке военнослужащих не прекращается. Конвой с гуманитарным грузом прибудет в ближайшие дни. Уверен, что горный родниковый напиток передаст тепло родной земле, поддержит здоровье наших бойцов и напомнит, что Родина заботится о них, верит и ждет их возвращения. Напомним, что гуманитарная помощь нашим военнослужащим, находящимся на передовой, регулярно отправляется с первых дней специальной военной операции. Вся работа ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по инициативе главы Карачаева-Черкесии Рашиды Тимрезова. Уже наотправлено более 1 тысячи тонн груза в зону проведения спецоперации. И штормовое предупреждение от МЧС по республике. В Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, сильным ветром. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Сейчас прогноз погоды от синоптиков. После продолжим. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь в отдельных районах сильный. Ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10, порывы будут до 14. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, днем 26-31 градусов тепла и местами до плюс 23. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 17-19, а днем 29-31 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Он был признанным профессионалом в медицине и посвятил себя служению родной республике 46 лет назад. Дав клятву Гиппократа, он остался верен ей до конца жизни и стоял на страже здоровья людей. Не стало известного доктора Назира Азретовича Лабжанидзе. От лица медицинского сообщества Министерство здравоохранения Карачева-Черкесия выразило искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной заслуженного врача Карачева-Черкесии. Назира Азретович не дожил до своего 76-летия чуть больше месяца. О жизни и судьбе человека, который оставил яркий след в репортаже, Аллы Динаевой. Он прошел путь от рядового хирурга до главного врача. И многолетняя деятельность Назира Лабжанидзе достойна пример большого трудолюбия и ответственного отношения к своему благородному призванию в верности клятве Гиппократа. Он по праву снискал авторитет в медицинском сообществе и признание многочисленных пациентов. Сразу по окончанию учебы в Ставропольском государственном медицинском университете Назир Лабжанидзе приступил к работе врача-хирурга в Хабецкой районной больнице. С 1980 года трудился в Карачаевске. Сначала хирургом, а с 1995 года главным врачом. Он всегда содействовал применению научных, теоретических достижений на практике. И, несмотря на загруженность административной работой, продолжал лечить людей на высоком профессиональном уровне и пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и населения. Вклад в медицину Назира Азретовича был отмечен и на государственном уровне. Ему присвоили звание «Заслуженный врач Карачаева-Черкесии». Карачаевский я знал в совершенстве. Это было для меня самое удивительное, откровением для меня было знание его языка. Кроме этого, будучи уже 40 с лишним лет стажем врача, я видел, как он общался со своим внуком Артуром. Он знал материал институтский, начиная от анатомии, от костей начинал и кончая высшей нервной деятельностью человека. Он владел всеми вопросами. Он владел вопросами физики, химии, школьным материалом, институтским материалом. Был разносторонний, вообще энциклопически образованный человек. Всегда молодые специалисты наши, особенно хирургического профиля, всегда находили у него поддержку. С будущей супругой Раисой Джумалиевной Назир Лабженидзе познакомился еще на первом курсе мединститута. Вместе они прожили 54 года и вырастили сына и двух дочерей. У них шесть внуков. Династию врачей продолжили дочь Асият, внук и невестка. Один из внуков отслужил и получил медаль участника СВО. Другой внук в настоящее время проходит срочную службу в рядах российской армии. Я приехал в Карачаевскую больницу в 2003 году. Тогда он меня определил в реанимационное отделение. Под его руководством я начал уже в реанимационном отделении. Конечно, мы все на него равнялись. Его спокойствие, его уму, его таланту, который он мог выйти во время операции из любых сложных ситуаций. Он никогда не паниковал во время операции. Он, наоборот, там, если мы начинали паниковать, что-то не так, говорит, а что вы паникуете? Все будет нормально. Это были его слова. Когда мы молодые доктора, мы не могли сами больного интубировать, вводить наркоз. Он сам и работал анестезиологом долгие годы. Он сам уже нам помогал, как это все делать. Конечно, я последовал его примеру. Я очень благодарен судьбе, что мне посчастливилось с ним поработать. Назир Лапженидзе был светлым, отзывчивым и добрым человеком. Умел дружить и всегда был готов прийти на помощь. Я считаю, что мне повезло. И вообще мне везло. И с семьей мне везет, и с коллегами, и с коллективами. Обошел всех и стал первым. Знаменитый жакей из Карачева-Черкесии Мурзабек Капушев на жеребце Голден Клинг завоевал победу в скачках за приз фрагранта, проходивших в Краснодаре. В ходе состязания прошло 10 заездов на лошадях чистокровной верховой породы с общим призовым фондом свыше 23 миллионов рублей. В главный день на дистанции 2000 метров победителем стал жеребец Голден Клинг под управлением Мурзабека Капушева, владелец лошади Сергей Мазуляка. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите блог политической рекламы, а далее продолжение фильма «Дождь» на исходе лета. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...